В эфире iNews. Программа о науке и высоких технологиях. В студии Андрей Соколов. Здравствуйте! Австралийские инженеры из компании Fast Freak Robotics показали прототип робота-домостроителя. Огромный аппарат, похожий на гусеничный экскаватор, оснащен длинной клешней, на которой находится что-то наподобие дозатора. Из него и вываливаются кирпичи. Возведение дома робот ведет по схеме, которая предварительно загружается в бортовой компьютер. Прежде чем положить кирпич, машина смазывает его специальным строительным клеем. Он служит здесь вместо цемента. Смотрится клипенько, но инженер уверяет, что сцепление надежное. Робот кладет тысячу кирпичей в час, работает 24 часа в сутки и выгоняет коробку загородного дома всего за два дня. При этом скорость работы никак не сказывается на ее качестве. Используется лазерное наведение, поэтому погрешность вкладки, по словам разработчиков, составляет не более полумиллиметра. Поставить первые серийные образцы на австралийские стройки инженеры обещают уже в следующем году. Ну и в продолжении темы домашнего уюта, стартаперы из Нью-Йорка представили умные зеркала. Видимо, вдохновлялись сказкой о белоснежке. По словам создателей, в процессе разработки они регулярно обращались к фокус-группам, чтобы понять, какие функции будут наиболее востребованы. В итоге зеркало позволит оставаться владельцу на связи, не используя смартфон, планшет или же компьютер. Управление здесь осуществляется голосом. Помимо этого устройство может контролировать воспроизведение музыки и видео, управлять трансляцией потокового контента и посещать социальные сети. Зеркало также расскажет о последних новостях и погоде, напомнит о событиях из календаря и предстоящих поездках. Ну а для дам самой полезной функцией станет ассистент, который поможет привести себя в порядок перед походом куда-либо. Можно будет сравнить разную одежду, правильно сделать прическу или же нанести макияж. При необходимости по команде владелица зеркало отыщут на ютубе обучающие видео. В данный момент разработчики заняты сбором средств на производство. Оно, к слову, под вопросом. Стартаперы рассчитывают на 100 тысяч, ну а пока же собрали менее 50. А до конца кампании осталось лишь около трех недель. А далее интересная статистика. Более половины населения земного шара, а именно 53%, не имеет доступа в интернет. Таковы итоги исследований экспертов Международного союза электросвязи. Получается, что никакой возможности выйти во всемирную паутину не имеют 3 миллиарда 900 миллионов человек. Цифра впечатляет, особенно с учетом стремительного падения цен на информационные технологии. В странах третьего мира интернета могут воспользоваться только 15% жителей. В странах, которые считаются развивающимися, к всемирной паутине подключены 40% населения. Ну а в высокоразвитых государствах преимуществами глобальной сети пользуются в среднем 81% граждан. Что касается России, то у нас уровень доступа ко всемирной паутине перевалил за отметку 70%. На этом все. Следующий выпуск смотрите уже завтра. Также вступайте в нашу группу в социальной сети ВКонтакте. Адрес сообщества сейчас на ваших экранах. В студии был Андрей Соколов. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова